За зимний период на улицах поселений скопилось много мусора, который раньше скрывался под снегом. Коммунальные службы активно все убирают и очищают, да и люди не прочь выйти на субботники, чтобы привести в порядок свои дворы. А вот территорию 30 метров от любого предприятия, будь то офис, магазин или ресторан, обязаны убирать руководство того или иного частного владения. Только делают они это неохотно. Сейчас единицы вышли на уборку. Большая часть предпринимателей на сегодняшний день ждет, пока растает снег, либо ждут, видимо, прихода Адмотехнадзора. После первого предупреждения необходимость привести в порядок. Выписывается сначала небольшой штраф, но если игнорируется уведомление Адмотехнадзора, то штрафы вырастают в несколько десятков тысяч рублей. Месячник благоустройства подразумевает собой не только уборку бытового и строительного мусора, но и приведение в порядок прилегающих территорий к торговым предприятиям. К сожалению, не все предприниматели ответственно относятся к этому делу. Но есть предприниматели, которые решили одними из первых заняться уборкой своей территории, понимая, что от них тоже зависит внешний вид нашего города. Да и потребителям приятнее пойти туда, где чисто и красиво. Помимо наведения порядка, некоторые даже пытаются благоустроить пространство вокруг себя. Планируем дальше обустроить, далее прилегающую территорию, высадить цветы, клумбы, то есть подкрасить где нужно. Внести свою лепту в чистоту города может каждый. Ближайший районный субботник состоится 2 апреля. Юлия Пагасьян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видно этого.